Тренер Ласецкене, если Машу заставили сдать столько проб, пусть сдают все спор. РИА Новости, 25 августа 2019 года. Тренер Ласецкене, если Машу заставили сдать столько проб, пусть сдают все 8 часов 25 августа 2019 года. РИА Новости, Антон Денисов, Мария Ласецкене. РИА Новости, Антон Денисов. Елена Дичкова. Эрспорт. Все материалы. Тренер двукратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласецкене Геннадий Габрилян в беседе с корреспондентом РИА Новости Еленой Дичковой рассказал о подготовке спортсменки к чемпионату мира в Дахе и Олимпийским играм в Токио а также о том, что у него есть вопросы к тем, кто обвиняет российских легкоатлетов в систематическом использовании допинга Все спортсмены в нынешнем сезоне говорят о том, что у них будет два пика формы из-за позднего чемпионата мира но Мария в интервью нам рассказала, что вы не любите фразу пик формы Этот сезон у нас на самом деле двухпиковый Нам пришлось сейчас сделать паузу на соревнования в августе Психологически Маша уже и устала Нужна была небольшая перезагрузка в виде отсутствия стартов Это как будто подводка под новый сезон со свежей головой Надеемся, что все получится Такое у нас уже было в 2015 году, к примеру Тогда такая тактика сработала И сейчас работает, насколько я вижу Приходится делать передышку в самый тяжелый момент, когда, кажется, что сил уже нет А идти еще далеко до самого конца октября, а затем будет новый олимпийский сезон Это все очень интересно и вместе с тем трудно Есть уже мысли, как нам нужно будет себя вести в следующем сезоне Зимой у нас будет подготовка к летнему сезону Самому основному, когда пройдут олимпийские игры, о которых все говорят и все мечтают 16 августа 15.20 Есть страх, что не допустит до Олимпиады в Токио Не было мысли пропустить следующий зимний сезон, чтобы лучше подготовиться к Олимпиаде Нет-нет, пропуск не в машином стиле и характере Для нее это будет пагубно даже с точки зрения той системы, которой я с ней занимаюсь Нам нужны старты, причем старты разной психологической значимости с сильными соперниками или с соперниками, которых Маша заведомо обыграет Бывают такие старты, куда заявляются спортсменки, имеющие не очень высокий лучший результат в курьере Я такие старты называю техническими Они прекрасные А есть старты психологические, где есть борьба, риск, страх, ответственность перед зрителями, теми, кто верит и ждет от Маши результатов, а также даже перед той армией, которая хочет, чтобы Маша не выступила наверняка Есть и такие Это естественно И это все должно подбадривать, давать силы И для этого нужна практика уже не технических, а психологических стартов-прототипов основных соревнований Вся система настроена на то, чтобы результат приумножался Мы нарушаем систему, где от стартов отдыхают мы, наоборот, стартами тренируемся, живем и дышим Стресс должен помочь на Олимпиаде Мария сказала, что у нее есть опасения перед Олимпиадой в Токио Как можно освободить спортсмена от этих нервных переживаний? Моя система состоит в том, чтобы у спортсмена перед стартом было огромное сомнение Оно должно не погубить возможности, а приумножить уже на уровне биохимии, адреналина, нарадреналина От этого зависят, сделает спортсмен чудо в стрессовом состоянии или, наоборот, опустит руки и его сожмет В этом все заключается, и наша работа как раз направлена на то, чтобы один из психологических стартов Маша шла с элементами сомнения, которые открывают дорогу к чудесам Такой форум, как Олимпийские игры в Токио 2020 года, является до того таинственным, что мы даже не понимаем, как можно выступить там, поэтому есть огромное сомнение И Маша, наверное, еще даже не представляет, как будет выступать там Но она выступит, и ее подсознание сделает так, что она обязательно должна совершить чудо Человек так устроен, что ему в подсознание заложишь, минуя сознание, обязательно в стрессовой ситуации выстрелит Моя система нацелена именно на то, чтобы давать информацию в подсознание, минуя сознание 16 августа, 14.56 Терспорт Ласец Кене, после недопуска на Оиврия поняла, что меня ничего не собьет Но стресс еще и в том, что пока неизвестно, дадут ли российским легкоатлетам вообще выступить на Олимпиаде Я должен сделать так, чтобы и этот стресс дал еще больше подъем там, где можно выстрелить Такое было уже в 2016 году, когда Машу не пустили на Олимпийские игры, а она прыгнула выше Олимпийского золота Или был запрет на зарубежные поездки, а Маша зимой прыгнула 2,03 метра Скажем так, прыгнула от злости, но ее же еще надо направить, чтобы эта злость принесла положительные плоды, а не задушила спортсмена Хочу открыть свою школу С тем успехом, которого вы добились вместе с Машей, вы могли бы открыть свою академию Как это происходит с успешными тренерами на Западе Это вполне возможно, если у меня будут единомышленники Они у меня уже есть в разных регионах России, но это пока на уровне бесед и мастер-классов Думаю, подобная система работы с подсознанием спорт будущего, когда изначально будут закладывать основы движения в подсознание, минуя сознание, что пока в большей части противоречит основному принципу обучения, где основываются на рассказе и показе 2 августа, 22.55 Рспорт Ласецкене номинировано на звание лучшей легкоатлетки Европы в июле Но пока вы работаете только с Машей Это принципиально Да, вести группы у меня нет возможности, потому что все мысли о реализации Маши Но есть ребята, которых я консультирую Некоторые приезжают ко мне на сборы Я даю задания, а потом мы занимаемся онлайн У меня есть несколько ребят, достигших неплохих результатов Сейчас у меня занимается чемпион Казахстана Его тренер попросил с ним позаниматься Девочка из Казахстана тоже ко мне приезжала и улучшила результат Победила на крупном турнире Даже есть девочка 8-летняя, которая ко мне ходит заниматься Моя система настолько ненавязчива Мой принцип никаких методов в качестве методов То есть система начинает работать в виде игры, образных установок Хочу в дальнейшем сделать что-то наподобие своей школы Обязательно написать какую-то брошюру, чтобы описать свою систему Непойманные наказывают пойманных Вы, тренер-новатор, не сталкивались за границей со стереотипом, что все российские тренеры придерживаются старых методов работы, включающих в себя использование запрещенных препаратов Допинг это вообще отдельная тема, которая уже приеслась Могу жестко высказать свою позицию по этой теме, но пока делать этого не буду Потому что вопросы есть не только к тем, кого обвиняют, но и к тем, кто обвиняет У меня вообще сложилось такое понимание, что непойманные наказывают пойманных В том, что касается допинга, как мне кажется, каждому тренеру и спортсмену нужно посмотреть внутрь себя Обратиться к своей совести и чего они на самом деле хотят В том числе, обвиняя других Когда говорят о новом поколении Я считаю, новое поколение это плеяда тех спортсменов, которые по воле судьбы и последних событий очень часто проходят допинг-контроль Соревновательный и внесоревновательный, на каждой фазе подготовки Но тогда нужно уже быть последовательным и надо сделать, чтобы так делали все без исключения Тогда мы будем считать их за равных себе Тогда все будет прозрачно и объективно И только тогда у меня будет доверие к этим спортсменам и тренерам Это касается и наших, и зарубежных 22 августа, 15.28 Рспорт Клишина рассказала о проблемах в российской легкой атлетике Вопрос, ответ на который мне самый очень интересен Почему так снизились результаты в женской высоте за последние годы Ведь еще несколько лет назад прыгать 2,03-2,04 у лучших спортсменок в мире было в порядке вещей Этот вопрос интересно было бы задать, наверное, руководителям легкой атлетики, причем всемирной Почему результаты упали? Есть ли объективная причина? Я не знаю, я могу отвечать только за результаты Маши и свою работу Размышляли на эту тему, наверное, все Но у нас могут быть только предположения Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...